привет 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 я сегодня хочу поработать немножко на гребне подготовить пух придению на беретене оренбургский у меня тут такая кучечка вот такая вот небольшая эпох не расчесанный но уже постиран местами есть остинки вы это не столь важно их немного привет привет и я хочу почесать на гребне почесать на гребне без щеток то есть сразу на гребне у меня уже кое-что прочесано первый мой прочес был вот это вот у меня маленький кусочек это я прочесала с очесов вот так выглядит от чего сын так выглядит от чеса значит почему нужно короткий пух от оренбургского пуха тот пух который рваный и очень короткий почему его нужно убирать очень многие задаются таким вопросом а можно ли если не убирать очесы и прясть все подряд да можно но убираются очесы для того чтобы снизить валкость изделия и снизить ее закошлачиваемость мне надя как-то сказала что нет в русском языке слова закошлачивание возможно я его себе придумала это слово но означает она появление катышек на поверхности то есть если вы не хотите чтобы ваши платки если вы на платок придете имели катышки либо они уваливались то лучше всего конечно убрать вот эти рваные волокна имеется в виду самые длинные волокна не те волокна которые имеют длину допустим в определенной цифре да а имеется в виду что даже в коротких волокнах если они у вас короткие имеются рваные и вот из этих волокон мы вытягиваем самые длинные которые имеются а самые короткие и рваные они у нас уходят в очесы очесы легко можно применить в любом направлении варежки шапки носочки если там нет особой загорошенности мне здесь видно да вот такие катышки как бы то вот если нет таких катышек то тогда их можно применить варежки и шапочку но если катышки присутствуют то максимум в носке как бы либо изделие которое вы не собираетесь носить на показ так как это сырье все-таки она у нас ценно поэтому и она очень теплая и если вы хотите добавить своему изделию мягкости и тепла то это незаменимое изделие незаменимое волокно так как я это делаю я хочу просто показать потому что часто я рассказываю но я и показываю много чего да у меня гребень который я одеваю на ногу он трехугольной формы делала мне его алина калашникова вот так он выглядит надеваю я его у меня очень высокий высокий диван поэтому у меня на газ дивана немножко свисает но если бы я сидела к примеру на стуле или на скамейке то как раз гребень бы лег на поверхность на ровную и как раз вот на уровне моей груди доброе времени суток всем здравствуйте девочки всем рада все молодцы прибежали хором вот ну вот я беру меня лежал этот пух долгое время просто в стороне и я уже даже подумала что это не пух а очесы а потом я их потянула эти очесы вот тут у меня кое-где даже волосы встречаются вот темного цвета это легко убрать потому что на белом фоне это хорошо видно значит и когда я потянула я увидела что волокно достаточно длинная и я попробовала его прочесать оказывается все таки это были не очесы это был у меня пух который я положила потом времени не было с ним работать ну то есть как бы приготовила в сторонку отложила и вот от того что времени не было он у меня долго лежала я забыла про него значит я держу вот так вот в пучке в начале я хочу провести такую манипуляцию я его сначала надеваю на гребень но надеваю его за краешек пучка то есть я не натягиваю его именно так чтобы захватить дальше а именно по краю потому что из этого края я буду вытягивать сначала формировать кудель и вот таким вот образом потихонечку такими вытягивающими движениями если у вас сбивается то нужно перехватить так сказать поудобнее вот таким вот образом я натягиваю даже если у вас пучочек какой-то там свисает лишь ничего страшного мы только формируем кудельку зацепая иголочками за край пуха и на данный момент я потяну за обе стороны я вам объясню этот способ он не как сказать его сама да то есть как бы для себя адаптировала потому что мне это удобно вот вы можете сначала расчесать на щетке ну то есть так как это рекомендуют делать другие мастера и так далее я делаю по-разному то есть не обязательно что этот вот способ и больше никакой нет я делаю по-разному как бы но вот в данный момент я решила именно так прочесать именно на гребне ну теперь я буду опустила чуть ниже но не нужно сбивать его в камень потому что вы не сможете вытянуть теперь я буду формировать и вытягивать кудель в бок в бок вытягивать волокна стараемся их не рвать естественно с этой стороны я тоже подтяну немножко потому что когда мы одевали там сгустки образовались и поэтому вот чтобы не порвать волокно я его вытяну то есть наша задача вы вытянуть сформировать кудель и это вместо щетки вместо расчесывания вытягиваю я почти до самого конца то есть вот из иголок такое вот пощипывание делаю вот и на данном этапе пока все но я еще к этим начесом вернусь такая вот небольшой такой сгусточек а теперь я уже надеваю пух вот таким вот образом я его надеваю и растягиваю подкладываю снизу как бутербродиком надеваю и растягиваю сильно крепко не держу просто надеваю и растягиваю сейчас мы делаем то что мы начинаем уже расчесывать волокно сначала мы сформировали кудельку а потом мы начинаем расчесывать при расчесывании у нас остаются почему два ряда иголок потому что когда мы тянем в разные стороны через два и ряда иголок застрию там внутри вот эти вот сгустки которые мы должны убрать и короткие волокна растягиваем их вот так вот и тем самым получается протягиваем волокно через иголки ну то есть если вы это делаете долго ничего страшного вот это вот прочёсывание оно позволяет нам задержать внутри то что нам не пригодится в хорошем смысле этого слова и еще раз повторю очесы обычно я использую вдобавку к носочной пряже либо к изделиям которые хочу утеплить снова вытягиваю кудельки когда я их вытягиваю в этот момент какие-то катышки высовываются через иглы какие-то застреют там но вот как бы прочёс он должен длиться неоднократно чем больше мы видите какие они воздушные становятся чем больше мы прочесываем тем идеальнее волокно становится чтобы не статировала просто квартире сейчас отопление воздух сухой и статика идет сильная поэтому магнитится к рукам но я на это не обращаю внимание я могу работать и когда статируется главное чтобы руки не были шершавыми если вам это мешает можете слегка увлажнить ваше сырье слегка потому что оно не должно быть мокрым и снова повторяем эти движения снова повторяем надеваем и протягиваем через иглы прочесываем его вспушиваем чем лучше прочесанное вспушена наше волокно тем легче она будет прясться и вот как вы заметили я в процессе еще некоторые остинки достаю то есть у меня здесь немного остевого волоса он здесь есть но его немного этот пух он уже проходил некоторые этапы обработки поэтому остинки здесь очень мало снова вытягиваю кудельку как я уже сказала если вам сильно статируют можно слегка волокно увлажнить оно не должно быть мокрым я вот так вот не до вытягивала до конца оставила потому что здесь очень много картошек уже вижу и я не хочу их вытягивать и из пучка поэтому смотрите и снова особо не придавливая слегка прижимая как бы надеваю и растягиваю еще раз это у нас третий про на прочес и потом еще знаете как бывает вот тут вот свисает я тогда подтягиваю вот так вот хоп и еще раз надеваю либо растягиваю волокно через иглы чтобы убрать с него лишнее это свисает я имела в виду когда сказала свисает катышки могут быть на краях и поэтому их можно подхватить и еще раз через иглы протянуть вытягиваю снова волокно вот я вижу здесь не хочу его брать три раза и вот как в одном фильме было сказано что нужно прочесать волокно так чтобы вы убрать с него все что лишнее а лишние это катышки и короткие волокна я еще раз повторюсь короткие волокна они подваливают изделия и они увеличивают закошлачивание поверхности поэтому если вы хотите чтобы ваше изделие выглядело хорошо чтобы вам было легко прясть чтобы нитка легко струилась из кудельки то на эти моменты нужно обращать внимание тут вот опять вы заметили да что сняла я не дотягивая до конца это четвертый был прогон сейчас пятый вот сколько раз я через иголки снимаю кудельку формирую столько раз это считается 1 2 3 прогуну то есть как бы столько прогона то есть не вот эти вот движения рук а именно когда уже кудельку можно отложить и она готова к придению вот этот был один прогон вот это вот как бы вытягивание это так это был пятый прогон на это пятый ну то есть как бы я в принципе не задаюсь вопросом сколько раз мне надо прочесать я чешу до тех пор пока меня удовлетворяет чтобы мне понравился внешний вид этого пуха и тогда я перестаю его чесать я вижу что он максимально чистый меня все устраивает и тогда я его откладываю ну то есть это я для вас уже считаю сколько раз я прогнала для себя я не веду подсчет вот и вот в этом фильме я слышала такие слова когда говорилось что три раза прочесывались и вот так тщательно чтобы уже ничего не оставалось в пухе бросаю на пол то что у меня в руки попадать все равно я потом пылесошу я это все соберу вы можете конечно бросать корзинку чтобы на пол не бросать либо на стол ложить наткнулась но не это не поцарапалась сейчас наверное это будет последний раз тоже 7 да идя вот это что в это и и вот такие вот две куделечки вот этот я уже оставлю и буду с них прясть если в единичном каком-то моменте вы видите фрагмент с катышком берите просто его рукой то есть не обязательно опять прогонять через в ребенку достаточно вручную его убрать устранить вот и сейчас я покажу вам что я делаю с очесами я беру вот так вот в руку как вот я делала в самом начале и повторяю вот эту вот манипуляцию опять же таки если вам вам в принципе есть куда деть эти очесы вы не собираетесь их особо вычесывать то принципе можете всю эту кучку отправить на нужды носков можно в твидовую пряжу очень хорошо это подходит потому что твидовая пряжа она тоже состоит из комочков поэтому мы полностью из комочков но большая часть комочков там присутствует поэтому в принципе можно и в твид тоже запустить когда бабочное сырье для утепления очень тепленькая будет классная у нас сейчас минус 11 написано ощущение как минус 15 и я в перчатках своих ходила то мне хорошо руки не мерзнут боюсь представить если бы было бы холоднее вообще не любитель когда сильно холодно смотрите я после того как на дело я снова повторяю вот эту вот манипуляцию с вытягиванием то есть повторно вот это вот сырье которое я очесала для его еще раз прочесываем вот это вот я уже больше чесать не буду это откладывается а вот это вот еще по чешу это же так она может пройти несколько обработок прежде чем я его отложу но тем не менее как бы вот я так вот ну чаще всего я конечно прочесываю не такой маленький сгусточек я собираю очесы и когда я закончила чесание я потом прочесываю то что осталось в очесах но как бы вам я вам показываю сейчас всю работу чтобы было видно как это происходит поэтому в малом количестве а вы у Продолжение следует... Продолжение следует... Не для всего это надо делать, этот способ он именно для таких вот работ тонких. Продолжение следует... Продолжение следует... В рулончик можно вот так вот тоже небольшими фрагментами, не так, чтобы свисало с руки более-менее... Чтобы это было комфортное придение, чтобы ничего не мешало. Доброе время несуток. Здравствуйте. Хороший прием, заразителен. А, пример. Пошла... Замочила козочку. Это здорово, что стимулирую вас к работе. Здравствуйте, здравствуйте. Так, всем здравствуйте. Ну и все, в принципе. Я сейчас буду прясть. Если хотите, то можно... Еще чуть-чуть посидеть. Так, я возьму, верите, ну на 20, и на него поприду. Вот, возьму сначала вот эту коротенькую девочку. Так. 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 Оксана, подскажи, как отмыть перхоть от пуха? Не получается. Единственное, что можно сделать, это замочить в перекиси. Дело в том, что да, она может с первого раза вам не помочь, но чем продолжительнее вы это делаете, тем больше результат. Один к восьми разводите с водой перекись, замачивайте в теплой воде и пусть полежит. Перхоть может частично остаться, при вычесывании она может отойти. Если повторить эту процедуру несколько раз, то это единственный способ. Если не получается таким способом, то уже ничем вы это не сделаете. Максимум это вычесать. Потому что перхоть, она, знаете, как эпителий кожаная, она растворяется. Бассейны их чистят. Раньше чистили хором, сейчас чистят перекиси. Людей много. Вы знаете, да, что если с кожи сходят эпителий, то такой вот мутные сгустки на воде могут плавать. А так как это все черевато, то очищают бассейны, добавляют в нее концентрат из перекиси воду. И этот концентрат, он выедает. Выедает именно остатки кожаных эпителий. Для человека вредности никакой не представляет. А вот для воды очищает. Еще если вы замечали, то при добавлении перекиси в воду, вода не такая грязная во время стирки, как она бывает без добавлений. То есть перекись все-таки, она выполняет свою миссию. Единственное, что я рекомендую добавлять в перекись, не когда шерсть грязная, а когда вы уже ее один раз постирали, и основная грязь с нее сошла. И вы уже дальше добавляете перекись до мыть. И снова замачиваете. Перекись не работает в холодной воде. Надо обязательно, чтобы вода была теплая. И естественно перекись она летучая, поэтому она улетучивается. Час-два максимум и все, действия ее заканчиваются. Если вы видите, что ничего не происходит, надо поменять воду, либо просто добавить новую порцию перекиси. Других способов я не знаю. Так, посмотреть. Привет-привет. Привет-привет. Сейчас я по-другому поставлю. Жду всей парикмахерской, буду учиться, пишет Веретена. Нормально? Да, да. Альтернатива чёскам. Да, совершенно верно. Если под рукой нет ничего, кроме гребня, то, в принципе, можно и без чёсок прочесать. Тоже как... О, Валюша пришла. О, Валюша пришла. Валюша пришла. Привет. Привет, Надь. А то я с тобой не поздоровалась, дочитывала это, что было написано. Начнем с красоты. Сейчас покажу. О, смотрите. Ух ты. Астрон. Это вчера мне Надя говорит. Гиацинт, говорит, расцвёл. А я говорю, кто такой гиацинт? Я тебе, говорит, присылала фотографию. Я говорю, ну да, что-то было там такое интересное. А потом спрашиваю, это, наверное, то, что дарят всем на 8 марта? Она, да, 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 именно оно. Я говорю, фу, вонючка. Но они когда в магазине стоят, и их много, они всегда очень сильно, ароматы свои. Ну этот, видишь, вот с двумя стеблями вообще. Я специально выбирала, чтобы с двумя. Ну он взрослеет, он взрослеет, когда они начинают делиться. Короче, мне нравится. Потом, как говорится, перейдёт в сад к маме. А пока пусть у меня цветёт. Ну и, в общем, до 8 марта это так долго. Мы вот мы себе сделаем пораньше подарок. Ну, когда ему вздумалось, когда он и цветёт. Ну, когда его посадили, выгонка, там, отдельная история. Если тебе нужно к определённому кроку, допустим, кому-то на день рождения, можно рассчитать, насколько раньше посадить, чтобы вот был к определённой дате красивый цветутик. Можно и не гиацинт, можно любое луковичное красивоцветущее растение. Кстати, по поводу того, что вот нитка рвётся, пуховая, не получается прясть. Чаще всего это бывает из-за того, что волокно короткое, вы зажлобились, чтобы его убрать в очёсы. То есть это вот в тот момент, когда вы придёте из коротких, то, что надо было в очёсы отправить, и у вас оно не успевает сцепляться и может рваться. И ещё момент. Нитка, если она тонкая, она может обрываться из-за наличия остевых волос. Тоже. Как бы волосы, они как будто перерезают нитку, они не дают ей скрутиться, и нитка может обрываться. Продолжаем разговор. Ну, может, ещё не докрутили ещё тоже такое, наверное, она от этого может оборваться. Нет, бывает так, что человек говорит, я вот как надо всё у меня крутится, но нитка почему-то рвётся. Вот она может рваться именно по этим причинам. Ну, да, перекрут, недокрут, короткие. Вариантов много, надо конкретно смотреть, чтобы уже причины... Если, к примеру, человек придёт так, как и придёт всегда, всё нормально в технике придения, а вот непонятно, почему волокно рвётся и не получается ниточка, то вот она может не получаться по причине отчёсов коротких волокон. И плюс, если там ещё присутствуют остевые волосы, они тоже могут обрывать. Как я это имела в виду? Не по поводу коротки, а по поводу сырьевого состава. Всё важно. Любой компонент имеет своё значение. Надо всё смотреть внимательно. Если даже что-то неправильно делать, выводы в следующий раз, накрукать на самотёк, ой, не получилось, не знаю, почему в следующий раз будет точно так же делать, а вдруг, как говорится, пронесёт. Это не только учится. Здесь надо аккуратность применять. А я опять вижу свой кроличий смитер, опять перевязываю. То, что связала, ну, низ не понравился, решила по-другому. Распустила теперь по-другому. Понятно. А я сегодня с утра собиралась всё-таки поехать на садовод, а потом передумала, думаю, не хочу на улице. Холодно, мерзко, далеко ехать, я замёрзну, будет более тёплым. Да, теплеет. Всё равно холодно. Я вот эти дни каждый день, считай, куда-либо ездила, ходила по делам. Ну, это как-то даже и в чубе, и в микровой шапке не жарко. Отогреваться? Не жарко. Я вчера очень тепло была одета, и я отметила для себя, что, блин, если будет холоднее, то я замёрзну. И вот как-то вот если стоять ещё и на остановке, ждать транспорт, то это, конечно, будет жопа. Ну, вот я немножко стояла, но, простите, даже за... Не знаю, сколько мы стояли вчера, вот надо было в Икею съездить на остановке, но там и весирочек был. Но я вообще-то и в пуховых перчатках замёрзла. Из нормального козьего пуха серые пуховые перчатки задубили конкретно. Ну, может, минут восемь, может, десять мы стояли. Ну, в общем, нам хватило. Нет, у меня руки не замёрзли. Ну, иначе по-моему. Чувствовалось, что хочется тепла, больше тепла. Хотя я специально даже одела... У меня такие сапоги, но они из... Ну, не валенки, но сапоги. Ну, валеные, получается, шерсть. Ну, они красивые, с замочком, именно, как сапоги, и всё равно им было. Лудновато было. В общем... Нет плохой погоды, есть плохая одежда, но куда ещё лучше я даже... Ну, у меня курточка, ей уже восемь лет, этой курточке. Надо новую куртку покупать, тогда будет теплее, потому что она всё-таки... Вот этот вот утеплитель, он имеет свойство слёживаться, и он уже не греет так вот, как он грел. Поэтому нужно новую куртку купить, либо пальто, полупальто. Ну, в общем, нужно новую зимнюю одежду приобрести. Ну, сверху-то я не замёрзла, вот я имею в виду... А мне вот именно я чувствовала через... Я именно через спину чувствовала, что мне холодноваться, несмотря на то, что я на эту рубашку надела олимпийку. Олимпийка тоже, она хорошо тепло держит, и рубашка почти как баечка. Вот, и всё равно мне было холодно. А вот руки... Холодно? Кто бы чего не говорил из защитников животных. Только натуральный мех нас спасёт. В нашем климате с ветром и, ладно, ещё минус 10, да, по ощущениям минус 15. А когда минус 20 с ветром, то простите. Мех – это наше всё? Ну, в России, да, в России, особенно там, где Сибирь, там только в меху можно, действительно, натуральный мех. Не зря же якуты, они вот эти вот шубы носат в пол, и там морозяка какой, они же живут в юртах, на улице, так сказать, без центрального отопления. На прошлой неделе мне нравится иногда смотреть «Мирную знанку», и комарок был в китайской Монголии. О Монголии мы же понимаем, там, извините, деревьев нет, там степи и ветра и щуки. И показывали, как его одевали, местные китайские монголы, как его одевали для того, чтобы... В общем, они держат верблюдов, очень хорошо к ним относятся, очень так, ухаживают, но на улице минус 40. Его одевали очень интересно, очень долго, фактически на него надели, помимо того, что у него было, естественно, там штанов, не знаю, двое, что ли, или трое, потом специальные унты, не унты, ну, в общем, тоже на ноги специальная обувка, но на него одели два клуба. На него одели специальную шапку, конечно, мехом, густой, хороший мех. Мне понравилось, на него одели какие дополнительные рукавицы, то есть руки там своих, допустим, у него перчаток, варежках, а сверху такие рукавицы некурестные, в общем, получается, они как бы по кругу пальцев не сшитые, но они длиннее, получается, вот они вот так вот длиннее руки, вот в этой части не прострочены, то есть их можно вот так отогнуть, и внутри вот такой хороший мех овчины, то есть вот для работы, получается, когда он держит за лузючку, то вот варежки ему закрывают руки, а когда надо что-то делать, он так раз отогнул, пальцы в перчатках или там в других варежках вытащил, ну и что-то там делает, в общем, заверблюзится там за погоди, держится, едет, ну, конечно, надели его круто вообще, хорошо, и он даже ни разу не замерз, ну, вытел, конечно, мерзный, что говорить, минус 40 и ветер, мы бы двести на моргинг подели, я хочу сказать, что на улице, конечно, когда замерзает у меня нос и щеки, маска спасает хорошо, в вечернее время особенность. Ой, мне нет, я начинаю в маске очень интенсивно дышать, и у меня тогда такое, после прогулки на улице, ощущение, как будто я начинаю заболевать, поэтому маску я приспускаю, чтобы дышать носом, а не ртом, и вот эти вот испарения, которые оседают на маске, холодная, влажная маска, нет, это, еще помню, в нашем детстве шарфиком мы могли закрываться, да, через шарфик вот это вот испарение начинает замерзать и не на шарфике, тоже это было очень вредно, это легко заболеть можно и бронхитом, и ангиной, дышать через маску. Нет, это лучше не, смотри, я закрывалась, когда стояла на остановке, то есть не двигаться, тогда дыхание не такое у тебя интенсивное, во-вторых, у меня маска с клапаном, она вообще продается на зоне, называется как респиратор, но в принципе она как раз антибактериальная вот от всех вирусов, и у нее клапан сбоку, и получается... Вирусы невозможно защититься, потому что это вирус, это не пыль, не частицы какие-то, от которых можно защититься от вирусов, маска не спасает, она спасает от соплей, разбрызгивание своих собственных слюней, от вирусов она не спасет, просто в ней легче дышать. Ну да. Ну, в общем, обещали потепление, ждем, ну ладно, хоть сегодня снег идет, уже хорошо, а то как-то без снега совсем грустно, поговорить. со следующей недели ноль, сначала до единицы, до двух, а потом ноль будет, а потом дождь, а потом опять снег, и опять будет похолода. будет нормальная опять погода, ну как раз, наверное, снег выпадет нужное количество, будем надеяться, что он не растает, а то тут бывает, что тает, реки, ручьи вокруг, зимы не дождаться, я имею в виду снежа. Сейчас народ напишет, приезжайте к нам, я знаю, где снег есть. Ну, нам подписывают, чтобы не поездишь, на работу надо сходить. Всем привет, кто заходит, девочки, привет, привет. И мальчики тоже. Да, да, всем привет. Да, у нас тут один мальчик. Как Юля в пятницу в эфире разговаривала, разговаривала, Оксана. А потом что-то в процессе разговора. Придуны и придухи. Мы так посмеялись, Валюша в ответ пишет, везуны и везухи. В общем, веселенько было, веселенько. Она, кстати, сохранила свой эфир, хотя он у нее был больше часа. Я, кстати, заметила, вот когда мы сохраняли до часа эфир, они все сохранялись. А потом, когда мы с тобой сидели... Нет, никогда мы с тобой сидели, не помню. Короче, один эфир, там, где было чуть больше часа, то все, он не сохранился. Ну, понятно. Короче, у меня вот программку я поставила. Да не надо, я не буду скачивать, Надя, ну, нафиг оно нужно. Не то, что тебе, ты можешь не скачивать. Я имею в виду, если людям хочется сохранить какой-то наш эфир, может быть, мы его потом не будем сохранять. Есть программки, которые сохраняют эфиры, фотографии, из Инстаграма, пожалуйста, можно пользоваться. Ну, я просто себе скачала, на Google Диск сохранила, и вся любовь. Так, Оксана, что-то тебе пишу. А, нам пишут. Нет, но у вас, видите, Оксана, МК хочу, но прялка электрическая. Что делать? Крючочки маленькие. Ничего не делать, ждать, когда будет букле. А что я могу сделать? Отверстие, фрялки, ну, как бы условия написаны же не потому, что я такая вредина, и я не хочу вам продать МК. Просто, если у вас меньше отверстия, либо там маленькие крючочки, ну, не пройдет у вас пряжа, понимаете, вы будете цеплять все время. А если оно будет цепляться, то, естественно, это будет не предель, а учение. А вообще, какая конкретная фрялка? Какая конкретная фрялка? Вы можете, к примеру, МК изучить, урок получить, а потом понимать, надо вам это или не надо на будущее, стремиться к чему-то большему или нет. И, к примеру, вы можете применить эти уроки для чего-то другого. у меня было двое или трое человек, которые не собирались ее делать, эту нитку, но не хотели именно МК получить доступ и изучить. Говорит, на будущее может быть пригодится. И я как бы пожалуйста, изучайте, смотрите, так и вы, вы можете посмотреть, изучить, а потом решить для себя, хотите вы себе прялку или наоборот, нафиг надо. Да, тоже как вариант и неплохой вариант в принципе. Этот метод его можно применить, как вот Женя Боброва, как многие преподают, это придение на веретенок. Но для меня, допустим, придение такой пряжи это придение на прялке, потому что если уж на прялку вмещается мало метров этой пряжи, то на веретене и того меньше. Поэтому как бы такого рода придение оно практичнее делать на нормальном инструменте, предназначенное для этого. Ну конечно, что там на веретене? 5 метров максимум на месте, даже если на большом. Ну если конечно надо 5 метров, а не больше, ну не знаю. ну я вообще спокойно к веретенам отношусь, потому что объемы не те и на прялки вот фактически на свитер у меня два мотка, то есть вот один узелочек, а на веретенах это сколько было мотков, сколько углов, как-то нет, не хочется. Ну и скорость все равно пока у как. А, у меня еще последние годы другой момент на веретенах и даже на метод длинного вытягивания на прялки. Вот это все время махание рукой поворот корпусом, как говорится и суставы начинают болеть, и спина начинает болеть, а когда я ровно сижу перед прялкой, у меня все-таки меньше нагрузка на руки, на пальцы. Ну на пальцы все равно есть, но в меньшей степени. А веретено ведь, если опорно взять, получается руку вверх, в сторону отводишь. Вот у меня уже организм сказал аккуратнее сейк, аккуратнее. Ну, кстати, для многих людей вот такая мелкая моторика это как выход из некоторых как это называется наследственных заболеваний, когда кости начинают раньше времени становиться малоподвижными, когда там вот это вот и через боль, через немогу люди занимаются, выполняют некоторые нагрузки для того, чтобы не усугублять свою болезнь, для того, чтобы подольше оставаться подвижным. Один из тех моментов, когда я выбирала трялку именно ножную, чтобы ноги, колени были задействованы, какая-никакая была тренировка, потому что в целом у меня работа сидячая, по компьютеру на основной работе, и ходить все равно по 10 километров в день тоже не всегда получается. А за прялку я добираю, как раз у меня, между прочим, с момента, когда я купила прялку, я на ней приду постоянно, я про колени не вспомнила ни разу. То есть даже не ойкнула никогда, и очень я довольна этим. Видимо, еще распределение из-за двух педалей хорошее распределение, и на правую и на левую сторону. Я вчера поехала гулять в торговый центр, такая, думаю, надо где-то пойти погулять, а где у нас можно погулять так, чтобы не замерзнуть, ну и чтобы не упасть, потому что везде скользко, посыпают, обрабатывают меньше, ну и я поехала в Кушкин парк, ну а чем там можно еще заниматься, ходить и надоедать продавцам, и умничать, чем я благополучно и занималась, да, пока уже аж не наступил вечер, уехала где-то часов в 11, 12, приехала домой уже в 9 часу, и такая довольная, с таким чувством исполненного долга, что я там всем вынесла мозг, ко всем поприставала, со всеми пообщалась, вот, кстати, вчера я подключила карточку, помнишь, да, а потом после того, как я поговорила, с тобой поговорила, с мамой поговорила, я потом решила ее заменить, вот, Надя, ну вот как это, ну вот, и вот люди будут говорить, что ничего такого не существует, вот смотри, это уже третья карточка, которую я теряю, я ее, я сидела, я не шла на улице, я не положила ее в какое-то место, где я не могу ее найти, я сидела на кровати, вот как бы над полом, да, вот ноги мои над полом, я достала телефон, открыла корпус, а, нет, не открыла корпус, на дырочку нажала, вылезла вот эта вот фигня, я достала оттуда карточку, беру свою, чтобы вставить, поменять, и эта карточка падает на пол, я сижу в ночнушке, тут нет ни карманов, ни складок, ничего такого, тапочки стоят, тапочки я вытряхнула, их в тапочках нет, этой симки, на ночнушке она нигде не зацепилась, на полу я руками обшоркала каждый сантиметр, я уже и фонариком, ну и свет как бы нормальный в комнате, нету карточки, она как сквозь землю провалилась, заколдованная не у тебя одним словом, но это происходит только с билайновской карточкой, да, больше ни с какими другими, вот только с ней, и вот я это самое, я уже сегодня и шваброй там шоркала вот так вот, чтобы достать, если она куда-то там щель какую-то, короче говоря, не знаю, я прям, я, одни эмоции, у меня нет слов, мне надо будет очередной раз купить эту карточку и восстановить свой номер, и вот что с этим делать, кошмар какой-то. короче, твоему домашему, этому, хотел сказать, домашнему домовому, просто твоему домовому нравятся билайновские деньги, и он их утаскивает в норку, утаскивает. Кошмар какой-то. Ну, может быть, она все-таки в кровати, бывает такое впечатление, что думаешь, что на пол стукнулась, а на самом деле... Нет, она отцукнула о пол, она отцукнула о пол. Значит, могла улететь совершенно в противоположный угол. Ну, короче, когда... Допустим, она бы улетела, но я бы все равно бы ее обнаружила, но куда она улететь могла? Нет ее нигде. Ищи, когда-нибудь найдешь, уже когда будет десятый, наверное, поменила еще очередная. Сочувствую, сочувствую. Это же надо идти теперь, менять. Да, вот у меня каждый раз от похода до похода в билай. От похода до похода в билай. Да. Ужас. Ужас. И каждый раз, чтобы позвонить, мне нужно восстановить карточку. Угу. Ой, я же хотела подсветку включить. Выключу. Надо сесть и сказать, черт, черт поиграл, да, да, и мне помогает. Привет, Зоя. Я уже думала, может, щель между шкафом и полом, может, она туда залезла. Уже, ну, это мне надо отодвигать все. Допустим, лежак вот этот вот от дивана, который раскладывается. Я его не поднять, не отодвинуть не смогу. то есть перевернуть, чтобы залезть туда под низ. Вот. Единственное, что я могу сделать, это отодвинуть, у меня под стенкой стоит вместо прикроватной тумбочки чемодан, чемодан отодвинуть, он на колесиках. Может, под чемодан закатился. Ну, и третий вариант, это под шкафом, там щель очень узкая. Ну, блин, нарочно не придумаешь, как говорится. Нет, вариант, что могла к подошве прилипнуть, очень неинтересный. Да, ну, ладно, подошве, ну, вот, перевернула, нету там ничего на подошве, и это, ну, блин, ну, капец, ну, просто, это издевательство какое-то. Я маме говорю, что вот мама так и так, говорю, ты представляешь, она говорит, успокойся, спокойненько, каждый сантиметр рассмотри и найдешь. Я говорю, я это сделала уже раз 15. Да уж, легко сказать, каждый сантиметр, да, особенно тебе после операции тоже эти сантиметры, простите. Не, я вчера встала на коленке, я же говорю, общупала, вот так вот, весь пол обтерла руками, фонариком присвечивала, ну, помимо света, еще мне казалось, что света недостаточно, я уже и без очков, и в очках, давай вот этот, каждый сантиметр облапала, общупала, я выгребла кучу пыли там, куда я не лазила раньше руками, вот, но симку я так и не нашла. Мама говорит, а зачем ты ее переставляешь, мол, ты ее не трогай, пусть будет в телефоне. Я говорю, потому что у меня стоит две симки, говорю, для третьей места нет. Я уже в бантике, видишь, в тапочках бантики, смотрю, в бантике где-нибудь залезла, нифига не это. В бантике еще куда-нибудь. Ладно, слушай, интересный был, что девушка написала про эту исландскую шерсть в группе пряхи? Я читала. Ну, мне просто интересно, если шерсть до 60 метров, ее получается на второй-третий год, что ли, стригут? Она же за один год не успеет такой длинный вырос, при всем желании. Ну, вот у меня голубоморда, даже не голубоморда, а не блюфейс, а вот есть такие овцы, они это, забыла, как они называются, тоже белые с черной мордой. Так у нее такая грубая шерсть, они их не стрельли два с половиной года, 30 сантиметров длина была, микронность, я посмотрела в гугле, микронность от 32 до 38, и там написано, что применяется в качестве ковров. Меня попросили спрясть эту овцу для вязания, я спрашиваю, говорю, что вы собираетесь из этого вязать? Она детские жилетки, а в господи, бедные дети, потому что это была не просто шерсть, это была, я не знаю, вот у Леши мочалка такая, наверное, была в прошлом, вот, такая грубая и вот вообще колючая, я ее предупреждала, ну, то есть, как бы она говорит, ну, ничего, что так сильно колется, мол, а на верхнюю одежду нельзя одеть, ну, типа там, сверху на рубашку или там еще что-то, я говорю, ну, дело хозяйское, конечно, вашу шерсть хотите носить. Нет, это поверх куртки баллонивые надо одевать. Ну, дело в том, что, ну, дело в том, что, понимаешь, как вот ее, не знаю, как носить, как ее вязать, они будут, но мне ее обрабатывать было сложно, помыть еще не так сложно, а расчесать, я себе все руки оборвала, понимаешь, потому что она такая жесткая, вот, во-первых, ты ее чешешь, с нее обламываются кусочки, из-за того, что она жесткая, и ты вот ее дерешь, вот, а потом, вот, чтобы прочесать одну пасму, у меня воспалились все вот эти вот локтевые, плечевые суставы, потому что это вот это, на кардере я попробовала несколько раз, оно не пошло сильно жесткая шерсть. Ну, да, там кардер, наверное, надо на 42 иголки, специальные, которые для такого, у которого именно вот как повернуто в сторону большого кардера, он будет овцу такую хорошо чесать. Да, а лучше вообще промышленный, который шайтан-машина, грубо говоря. Да, ну, короче, они в итоге с этих овец съели и завели себе похожих коз. Коз они завели потом на следующий год. Половина козы черная, половина белая, какая-то там специальная порода, я говорю. Получная коза какая-нибудь. Нет, не молочная, экзотическая. Они вообще заводили баранов и коз, они их заводили, потому что у них очень большая территория, ее нужно косить. И чтобы вот сэкономить на времени, на том, что вот нанять кого-то, им было проще завести животных, чтобы они объедали эту траву. Ну, понятно, понятно. Ну, козы хорошо объедают, конечно. Ну, можно и мясных коз заводить. Показывали недавно. Так я почитала, как за этими козами ухаживают, там же шерсть до пола, и я говорю, вы понимаете, что их, говорю, чесать надо и мыть периодически, иначе шерсть спутывается, там заводятся всякие паразиты и все такое. Она да, да. Я говорю, ну-ка, чаря, поздравляю вас, говорю, с приобретением нового геморроя. Да, конечно, проще коз, у которых не длинный шерсть, та же нубийская молочная, вот кто держит, мне вообще все хвалили, что самое вкусное молоко именно у этой породы. Просто люди пробовали азные, допустим, за Анинское нам много молока дает, но, говорят, молоко не такое вкусное. Вот, говорит, ну, конечно, каждый сыр предпочтение. Проще иметь много молока, вот этот сыр наделать себе, как говорится, он лежит, не портится долго. Зато шерсти такой нет, геморроя нет, как-то, короткая там шкурка. И вообще, простите, нубийский хоз сколько тысячелетий выводили, там уже все вывели, все, что надо для человека. Уже все вывели и завели. Да, как говорится, не надо Америку открывать, а то у нас, у нас народ любит экспериментировать на пустом месте. У меня мама завела самую обыкновенную как говорится, козу-дуру. Так у нее и соседи одалживали, говорит, и нам газон покосить надо. А мама говорит, а мне хорошо, говорит, она у меня повыедала, ничего косить не надо, она ее даже на огороде ставила, когда там ботва остается, ее же надо собирать. Говорит, на огороде ее припнет, и она ходит и объедает эту ботву. и вот она все лето у нее именно вот придорожные газоны, которые надо им косить, она и объедала, и соседские тоже газоны объедала, а соседи не против, им хорошо, меньше работы. Эту газонокосилку поворочи, я у подруги попробовала, нет, спасибо. Все-таки это не женская работа на минуточку. Ну и достаточно грязные, трава летит во все-таки формы тоже. Мало удовольствия, мало. У мамы была газонокосилка, мы ей покупали, а потом вот это вот она козой обзавела. Сейчас не знаю, есть у нее коза или нет, она сказала, коза дура, она ее продала. Но она у нее достаточно долго жила, года четыре. Она все пыталась от нее, она все пыталась от нее получить козлят, потом она думала, что она будет ей молоко давать, хотя бы это. А она получается молока мало дает и она окот каждый раз она сбрасывала, не донашивала. Ну и в общем, говорит, коза дура, но и бодливая она у нее очень сильно. У меня у мамы страшные воспоминания детства, когда ее заставляли козу пасти, и это коза в квадрате, как раз пыталась ее каждый раз бодать. Ну, ребенка, представляете, и вот она до сих пор, как говорится, всю жизнь вспоминает эту кулачугу. Оксанта, читай там, спрашиваю. Если не секрет, сколько стоит спрясть овечью шерсть, когда нужно самой стирать и прочесывать. крутая у вас мама, надо деньги брать за газонокосилку. За аренду, правильно, аренду. Ну, у них взаимная выгода, потому что ей же козу кормить надо, а так получается, она на чужой газон ее пускала, и ему косить не надо, а ей кормить не надо. Ну, в деревне всегда между собой договорятся. Да, да. Ну, либо там еще молоком обменивались там за какие виды. У них всегда такая, как говорится, валюта, мясо, молоко, творог. Они всегда находят взаимную выгоду. По поводу, сколько брала я за предение овцы такого рода, дело в том, что когда я принимала этот заказ, это бы прошло уже не один год с этого времени, и на тот момент я за предение брала 600 рублей за 100 грамм, если это из чужой шерсти. И отцу я сказала, что не исключение, что мне все равно ценность меха, мне важна моя работа, и как бы за работу я возьму столько же, сколько я беру за любую другую шерсть, как бы ту же собачью, козью. Но я, конечно, она мне потом как бы обрадовала в том смысле, что этой шерсти больше не будет, вот, потому что я ей сказала, что я больше прясть эту облегчение. Да, очень тяжело ее было прясть, и поэтому ну как бы само придение было быстрым и легким, а утроподготовить волокно было сложно. А было за счет чего и быстро и легко? За счет того, что когда длинное волокно уже подготовлено, я его беру вот так вот, оно прикрепилось, я его хоп, такая на вытянутую руку, и катушка заканчивалась, наполнялась в течение полтора часа максимум, то есть как бы а в катушку 100 с чем-то, там 150-160 грамм, вот, и как бы спрясть ее можно было быстро, при дине было не проблемно, было проблемно ее подготовить, очень тяжелая была шерсть, вот, ну я с такими перерывами где-то вот неделю почешу, потом месяц отдыхаю, неделю почешу, месяц отдыхаю, именно с этой овцой, вот, ну и в конечном итоге я и сделала эту шерсть, и мы благополучно с ней это, закончили, больше к ней не возвращались. Хорошо, а вот если, например, а, например, если шерсть будет уже подготовленная и прочесанная, вот меня тоже спрашивают, вот не знаю. Не важно, подготовлена, не подготовлена, все равно, я беру таксо на придение, так сказать, на данный момент я беру не меньше тысячи, тысяча это минимальный тариф на придение, вот, а все остальное обсуждается по желанию клиента, вот, твоя шерсть, его шерсть, танина нити и так далее, я расцениваю по количеству работы, понимаешь, как вот, сколько времени у меня уходит на ту или иную работу. Если я вижу, вот, к примеру, обсуждала недавно придение паутинки из Оренбургского пуха, и когда мы уже к конечному тарифу подошли, сколько будет оплата, меня эта оплата не устраивает, то есть то время, которое я потрачу на создание этой нитки и ее конечная стоимость, меня не устраивает, потому что это очень дешево, работа с ней будет достаточно длительное время, то есть мне нужно, чтобы у меня было не менее тысячи рублей в день. Если у меня выходит меньше, я за такую работу браться не буду, потому что 30 тысяч в месяц, это в лучшем случае, если ты без выходных и без, так сказать, отдыха работаешь, и у тебя каждый день сто грамм, как с куста вода, а если ты работаешь, к примеру, месяца у тебя всего килограмм готов, то, извини, это, грубо говоря, 10 тысяч, это о чем мы говорим вообще. Поэтому я расцениваю всегда работу по количеству времени, я знаю точно, на какую работу сколько у меня времени уходит, и я расцениваю ее по... На сегодняшний день эти расценки, которые установлены были 3-4 года назад, они не актуальны, потому что сейчас все растет. Сахар в 2,5 раза подорожал, так сказать, хлеб дорожает, не будем уже говорить про какие-то детали, что еще дорожает, но в общем цены на все растут, на коммуналку растут, на продукты питания растут, на проезд растут, поэтому если у меня не будет заказов и мне нужно будет сидеть в ожидании, в какой-то мере я буду этому рада, потому что у меня не хватает времени на посидеть, у меня в основном вся работа идет под заказ, почему я, как говорится, еду покупать себе вещи, потому что мне дешевле купить, нежели сделать для себя, потому что этот день стоит денег, а я буду тратить на него драгоценное время. Ну, конечно, никто же не захочет работать себе в улыбке, правильно, в конце концов. официально можно от нее оттолкнуть. Был у меня случай, когда женщина, ну, она у меня уже где-то год пишет, заказ она так и не сделала, но она пытается со мной торговаться по поводу дешевле сделать. И вот, значит, сначала она спрашивала, сколько будет стоить паутинку спрясть, потом, когда поняла, что это дорого, она потом начала спрашивать, сколько будет платок связать, типа я возьму дешевле. Потом, значит, она и к Алине приставала тоже с этими же вопросами. Ну, и в итоге получилось так, что последняя косынка, которую она мне показала, она говорит, а если такую косынку сделать, сколько будет стоить? Я ей сказала, что 15-17 тысяч будет стоить такая косынка. Но она же простая, эта косынка. Ну, вот как ее можно удешевить, я говорю, пожалуйста, удешевить можно, я приду на сочную пряжу, беру крупные спицы, выполняю заказ в течение недели, и вы платите, грубо говоря, 7-8 тысяч. Она такая, ну, это тоже дорого, я не хочу на сочную пряжу, я хочу, чтобы это была паутинка. Я говорю, ну, мадам, вы получаете зарплату, вот как, говорю, можно, допустим, снизить вашу зарплату, сэкономить, да, вот вы хотите, чтобы это стоило дешевле. Вот считайте, что вы сами себе задаете вопрос, как можно снизить вашу заработную плату. Вот я буду, говорю, прясть эту паутинку в течение пяти дней, ну, допустим, там, 4-5 дней будет делаться эта паутинка. В течение недели я буду вязать этот платок. Две недели работы. Сколько вы получаете за две недели работы? Вот сколько мой труд должен оцениваться? Вы хотите, чтобы я сделала вам красиво и хорошо, но в то же время не заплатить нормальные деньги? Урежьте себе заработную плату, вам это понравится, говорю, вы будете экономить свои деньги, я буду экономить своё время. Хотите качество, надо платить. Она, ой, вот, что же делать? И когда вот вопрос задался, что же делать, я сказала, научитесь спрясть, научитесь спрясть, говорю, это вот гораздо дешевле, говорю, мастер-классы эти обходятся, научитесь спрясть и потом свяжитесь себе и это обойдётся вам дешевле. Ой, я не умею, если бы я могла, я бы уже это сделала, ну, можете, пожалуйста, возьмите у меня нитки, купите и закажите, пусть вам свяжут, может быть, тогда вам это выйдет дешевле. Нет, я могу сказать дёшево. Я когда была у мамы на базаре, как на любом рынке, всегда есть те, кто продают а-ля пуховые платки, носки, там, все дела. Пять тысяч на удовольствие. Ну, конечно, это нельзя назвать. Я тоже была в Оренбурге, на вокзале, девочки продавали платки, платок стоил полторы тысячи, тысячу двести, но, извини меня, в эти платки палец пролезть может. Ну, там, конечно, палец пролезть, там это предназначено. Я об этом и говорю, я же об этом и говорю, что берётся нитка потолще и спицы побольше. Пожалуйста, тебе, а-ля, классная нитка запретная, накопронная и вперёд. Да, там нитка где-то сто восемьдесят двести метров, а то и толще, смотря на каком платке. И узор не такой, какой ты мне даёшь, что вот ты именно так хочешь, а берётся самый простой, который вяжется за один-два вечера. Да, за один-два не то, как говорится так, не торопясь, не торопясь. Пожалуйста. А, тут девушка спрашивает, ещё метраж спиц, метраж пряжи учитывать? Ну, конечно, учитывать. Я же об этом, я же об этом и говорю, что чем тоньше, тем дороже. Тысячу рублей, как правило, на стандартную двумитку, там, двести пятьдесят, метров в стограммах. Всё, что тоньше или там с другими характеристиками, уже обговаривается отдельно, естественно. Коэффициент у горожани. Ну и потом я не ставлю себе цель нахапать заказов, чтобы никому больше не досталось. Пусть люди берут, кому надо. да. получается, что и метраж надо учитывать. Конечно, надо учитывать. Ну, я, у меня вот тысячи рублей, допустим, за сто грамм, но на эти сто грамм приходится двести метров плюс-минус, ну, то есть, как бы, ручное придение, ты образно понимаешь, какая толщина должна быть при придении, чтобы получить двести грамм. Но от веса шерсти, от грубости волокна этот метраж может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Вот. Ну, приблизительно одинаковая длина на все нитки и это вот самая, так сказать, оптимальная, самая недорогая нитка. Вот. И все, что касается уже более изысканной пряжи, это все стоит дороже, потому что, естественно, другая пряжа, она занимает больше времени и по разбору волокна, и по сортировке, и по добавке, и по вытягиванию, то есть тонкую нитку, ее и прясть дольше. Для того, чтобы сделать 500 метров, спрясть надо тысячу. Ну, и окончательно скажем, 100 грамм, это именно уже готовые нитки. Это готовые нитки, не шерсти, которую присылают, а именно уже готовые пряжи. По окончательной работе, по результату. Это да, это естественно, потому что каждый человек, когда присылает шерсть, он думает, что вот если он послал, и у него там на почте 500 с чем-то грамм там получилось, то вот столько у него и пряжи будет. Пряжа получается уже, отличается она по весу первоначальной, потому что и стирка, и чесание, все это имеет место у гара. Если придут, кто-то придет на нитку, и нитка, она компенсирует потери веса. Точно так же, если добавлять какие-то волокна, тоже можно компенсировать потерю веса. Но если делать, допустим, стопроцентную собачью шерсть, во-первых, она хрупкая, и долговечность этой нитки не гарантируется. во-вторых, как бы из 500 грамм может получиться 300 с чем-то. Потому что от качества волокна и плюс еще так называемый угар, который просто улетучивается, вымывается. Давай скажем, что это не угар, а красивым словом технологический потерь. Ну, вообще-то это называется угар. Ну, это у вас на фабрике угар, наверное, называется. Это называется угары. Это называется угары. Этот термин, он применяется в разных производствах и обозначает одно и то же потерю веса. Ну, и технологические потери тоже нужно. Просто, ты знаешь, у меня слово угар всегда кажется, это что-то сгорело. Как-то у меня это не тесно. Угар это то, что мы не видим глазами, но это имеет вес и оно улетучивается. Вот, допустим, сдается кольцо золотое на шлифовку, либо его там разводят по толщине, вот, к примеру, не хватило там толщины пальца или еще что-то надеть. Да, и когда вы сдаете, вы взвешиваете свое кольцо, оно весит там определенный вес. По возврату оно будет меньше весить. Это называется угар. Особенно, если переплавляют и вы хотите сделать что-то другое, то же самое. Есть угар, на угар дается погрешность всегда. Так же и в шерсти, а в шерсти тем более, потому что она летучая, она не только остается на инструментах, которыми вы работаете, еще и во время расчесывания она летает, во время придения она летает. Вот, поэтому... А когда стираешь, вымывается с нее вот этот вот жиропод, который там и перхоть, и пыль, и то, что не видно глазу. Да, ну жир это уж точно жиропод. Ну, это так термин слова имеется в виду осадок на шерсти нагуливает животное. Вот этот вот осадок, условно говоря, мы его называем жиропод. Я же не говорю олнолин. Не, ну олнолин же не все вырабатывают. Понятно, конечно. В общем, продукты жизнедеятельности пульс, что имеет вес и когда его стираешь, оно хорошо теряет вес. Это обязательный фактор. Даже если вы возьмете, как говорится, простую фабричную шею с макар. Некоторые перед вязанием перематывают, стирают и вяжут уже по концу. Там очень хорошо вес потерять, в любом случае. Даже любая фабричная, хотя она вроде кажется чистая, красивая, нет, она потеряет вес и прилично. Я уж молчу, что там метраж бывает, как говорится, этикетка сильно не совпадает. Ну и граммы, конечно, от влажности окружающей сильно зависят. В общем, всегда надо шерсть с запасом рассчитывать именно на эти уколы. Лучше чуть-чуть останется, чем чуть-чуть не хватит и что потом делать, да, не перевязывать же все. Там пет или валяет то же самое. Кстати, девочки вчера рассказывали, все-таки изменили список таможенных товаров в этом году. В общем, по идее надо посмотреть, хоть бы там наши прялки или нет, и у них теперь проблема с их кацкими станками, потому что в список попало как, что если станок шире, по-моему, 30 сантиметров, он идет в списке, что это как промышленное оборудование и стопроцентное таможенное пошло. Да ну нафиг. Это если представим, допустим, девочек заказала станок в Европе, по-моему, кромский, но в Германии она покупала. Он шириной больше метра, метр 20, метр 30, не скажу точно, но больше. И сейчас она не знает, что с ним делать. Или стопроцентную пошину платить, или вообще отправить назад, ну, как говорится, почтовые расходы она потеряет. и что решить, большой вопрос. Что решить, отправить подарком без оценивания товара? Ты знаешь, таможня, были случаи, что таможня и здесь вклинивалась, и высказывала свою фи, что не врите, какой-то подарок. Пусть они высказывают, что хотят, как это не бывает. Всё бывает в этой жизни. И подарки бывают, и покупки бывают. Может, мне, допустим, подруга купила и отправила в подарок на Новый год, или в подарок там на юбилей, или ещё что-то. Ну, в общем, не знаю, что они будут делать, потому что они, когда писали код, писали, что это вот именно код подарка таможенных этих своей кодировки же при отправлении. Не знаю, что у них будет. И всех заголовок хватается, потому что такое оборудование, конечно, у нас делают, но это не так, как на фабриках делают наши кустарные мастера. А стоимость там 4 тысячи бывает, доходят. И считают, это вы будете промышленно выпускать. Вы чего это будете в одиночку? Регистрируйте ЧПИП, как говорится, под колпачок государства. И, в общем, трудно сказать, кому пришла эта такая в кавычках сметлая мысль включить ручное оборудование в этот список промышленных именно товаров. Ну, просто это вот я и говорю, вопрос Путину. А то у нас любят вопросы задавать. Только никто на них не отвечает. Чихать себе хотели. Вот вопрос. А вдруг наши прялки тоже куда-то туда попали? Ну, в таком случае для российских кустарников откроется окно для реализации своей продукции. Да, они для них улучшили условия для реализации их продукции. Потому что если люди будут платить в два раза дороже по стоимости изделий, ну, инструментов, то, извини меня, кто захочет в два раза, допустим, моя прялка стоит 500 или 600, а я буду за нее платить полторы тысячи долларов. я не хочу ее оплачивать в таком размере. Естественно, я ее, значит, и приобретать не буду, если они не дадут возможности. Либо, допустим, писать письмо по разрешению покупки для домашних условий в таможенную службу, что ты хочешь приобрести такую-то вещь. Есть же ведь и вышестоящее руководство, куда можно обратиться. Чтобы заранее писать письмо, для того, чтобы тебе дали добро на покупку этого инструмента и какой будет облагаться налог. Если тебе, допустим, пишут, что там это, ты начинаешь варьировать за пунктами закона для того, чтобы уменьшить этот налог и так далее, оговаривать. То есть ты же тоже читать умеешь и тоже можешь подкрепиться юридическими знаниями. и фигурируя пунктами закона, можно снизить этот налог и на момент покупки изделия подкрепить свои права ответом на твои вопросы. То есть, что ты имеешь право приобрести товар там-то и там-то, облагаемый налогом в такой-то мере. И это письмо как бы друзья мои, вот, пожалуйста, документ, печать, допустим, в кавычках прокуратуры, как бы мы не говорим про прокуратуру, но условно как бы какая-нибудь таможенная служба либо высшестоящие руководители, которые тебе дали добро на покупку этого инструмента с таким-то облагаемым налогом. То есть, таким образом, если ты говоришь, что 100%, я не согласна. Почему? Это не промышленное оборудование, это для домашнего использования. Вот, может быть, даже взять, к примеру, документы из той фирмы, где ты покупаешь этот инструмент. Для чего этот инструмент предназначен? И там, может быть, хоть иностранное, допустим, да, можно юридически, как бы, нотариально заверить перевод, что это для домашнего использования, а не для промышленного. Потом копия этих документов отправить в таможенную службу и задать вопрос, сколько будет стоить таможне при покупке данного материала, стоимость, как бы, подкрепить стоимость. Вот. И если будет отписка, ну, то есть, это все документ, это все является документом, обязательно нужны эти... Ну да, официальные бумаги. Да, официальные бумаги. И это все можно приложить потом для того, чтобы оспаривать и так далее. Ну, я посоветую, может, у них что-то выйдет, но пока вот у них список это... их отфутболивали в этот список, который с этого года изменил. Они заказывали... Есть же ведь, у нас есть, вот, проводятся ежегодно ярмарки на вот этом вот деловой центр, туда приезжают иностранцы, которые предлагают к покупке, к приобретению дорогостоящего оборудования, оно действительно промышленное, и некоторые люди, они это оборудование покупают в частном порядке, потому что много места оно не занимает, оно может работать как от 380, так и от 220, или 360, я уже забыла. Ну, короче говоря, как от домашней сети, да, и вот можно в домашних условиях либо арендовать какую-то комнату где-то и штамповать там какие-то изделия для массового потока. Вот. И в то же время, как бы, эти покупки, они же облагаются налогом, но облагаются в меньшей степени. Может быть, это борьба с тем, чтобы покупали наше оборудование, а не за рубежом, да, но если идёт речь и там есть слово промышленное, можно доказать, что покупаемое оборудование не имеет промышленного происхождения, то есть оно для ручного использования, для домашнего качества, для домашнего приедения, что это не промышленное оборудование, это можно взять бумагу от производителя. Да, с самой фабрики. Я так думаю, что это нужно, ну, в немецком магазине, где она покупала, конечно, эти бумаги должны быть, у них же должны быть сертификаты с фабрики и всё прочее. Как-то, если они пришлют, может быть, я посоветую, может, у них дело, как говорится, и будет не со стопроцентной таможенной пошиной, это просто вообще... Вот, и потом обращаться можно ведь не только в таможенную службу, над таможенной службой тоже есть вышестоящие инстанции. Ну да, мы что-нибудь хотим. Можно письмо отправить сразу в несколько инстанций, чтобы не ждать долго ответа, потому что рассмотрение имеет не меньше месяца. Вот, и как бы, и тебе ответ придёт. Дело в том, что есть такая фишка, это ещё с советских времён, когда, ну, отправляется, когда письмо в несколько инстанций, то ты обязан прописать, допустим, сначала идёт самое высшее, потом среднее звено и низшее звено, и вот ты указываешь все инстанции, куда оно пошло, это письмо. Вот, и когда человек, допустим, с более низкого или среднего звена видит, куда оно пошло выше, то, естественно, решение принимается либо в пользу обращения, либо они не могут уйти от ответа, и они обязаны строго следовать закону, и ты можешь получить более чем исчерпывающие. Ну, последняя инстанция это прокуратура, то есть есть ещё прокуратура, которая может повлиять на какое-либо решение, либо дать другой ход тоже основываясь законами, на что-то можно, то есть есть же ведь пункты закона, которые предусматривают оплату, а есть пункты закона, которые смягчают её действия. И последняя инстанция это прокуратура. Заодно описать. Они не отвечают за таможню вообще, это другая организация, они отвечают именно за тот товар, который находится внутри страны, они не отвечают за налоги. И их не надо трогать, понятно. Нет, это абсолютно другая организация. Они отвечают за выполнение законов и качество товара внутри страны, они не отвечают за таможенные декларации и налоги. То есть это уже другая. Ну да. Ну в общем посмотрим, чем дело кончится. У них с этим станком дорогой, большой, хороший, ждали, приехал и вот на тебе. А ещё можно знаешь, чем мотивировать, что заказ был отправлен до принесения допустим в исполнение вот этих вот и может быть разрешат ещё получить оборудование, так как оно было куплено до того, как было принято решение брать налоги с такого оборудования. Ну это надо проверить, может они сами прошляпили этот список, но если не прошляпили, конечно можно попытаться и так мотивировать. Ой, не знаю, чем дело кончится в нашей стране. Это в нашей стране. Ну в принципе в любой стране таможенники чаще всего стараются всё решить в свою пользу. На таможне что, налоги говорят. На таможне тоже ведь существует власть, поэтому если вышестоящее руководство скажет дать добро и человек может забрать это с минимальными для себя потерями, то почему не воспользоваться этим? Может быть. Вот будем пробовать. Ладно. Передам твои полезные советы глядишь, тут получится, а то обидно будет, простите. Проблема ещё в чём, как говорится, почему не сами едут, выбирают и так далее. Эти станки же, они, извините, размеров-то больших, габариты большие, вес тоже не слабый. и как раз удобнее, что тебе пришлют. Ещё они могут так поступать, ждут, когда человек придёт сам туда, ну, только сама, она, когда заказывала ткацкий станок из Новой Зеландии, она ездила на таможню с ними общаться лично, и не один раз она говорила, что нервов, конечно, потребовалось и немало, вот, но вопрос был решён, но на тот момент она заплатила именно как бы как за товар, а не как промышленный, но тоже говорила, что очень много переплатила она, что ей этот станок обошёлся в кругленькую сумму. Ну, если как у меня с прялки взяли, ну, не 30%, чуть-чуть меньше таможенной пошлины. Ну, я знала, что это возьмут, и поэтому я с продавцом, как говорится, на эту сумму цену и снижала. И в итоге вот то на то и вышло, что по нуля. Так, что-то кто-то пишет. А, таможня не отдавала, и всё. Платите налог у вас для промышленного использования. Ну, вот и надо писать и смотреть, чего для промышленного. У меня у подруги был такой случай. Она заказывала, ну, так как у неё питомник, кошка, собак, она заказывала в Китаре такие специальные закрытые туалеты. Естественно, оно было не в количестве, одной-две штуки. И, по-моему, даже она ещё заказала не только себе ещё, там, на другой питомник. Не помню подробностей, но, короче, к ней таможня тогда пристала не из-за стоимости, а из-за того, что у неё вес. Вот, не соврать бы, где-то на 300-400 грамм превышал максимально. она устала ходить писать, что у неё для личного пользования, не то, что она там приют, не приют, ветклиника, не ветклиника, но в итоге всё-таки она добилась, что ей всё отдали, всё пропустили, что-то она там доплачивала, но это было ещё до введения после 200 евро, но она тоже походить пришла. А я когда ехала через границу с коленными инструментами, ну он решил сделать для меня подарок, значит, прислал мне перед отъездом, там и моталка была, ну помнишь, тогда я разыгрывала это, но я-то думала, он пришлёт мне только моталку, я когда открыла дома эту посылку, я удивилась, потому что там было столько всего всякого барахла, что, боже, думаю, зачем мне так много, а он всё заполнил свободное пространство всякими деталями, короче говоря, я решила, думаю, да, надо устроить как бы лотерею, и пусть это разыграется, и люди получат какой-то приятный бонус, вот, ну и в общем, а он же мне отправлял вот в этой картонной коробке в коричневой, обычно, ну принято думать, что в коричневой коробке это обязательно либо товар, либо ещё что-то, ну перевозится, и это, и я знала, в принципе, и я вот заранее уже еду и думаю, блин, сейчас на таможне будут это, а мне, понимаешь, перекладывать её в сумку вот этот вот товар, ну, инструменты, было нерезонно, потому что, ну как бы деревяшки, всё вот это вот, не хотела утяжелять, думаю, пусть будет в коробке, ну это же пристанут, будут докапываться, что везу, вот, ну и когда у меня спросили, что в коробке, я говорю, инструменты для перемотки шерсти, он такой, чего, я говорю, инструмент для перемотки, приспособление, говорю, кустарное приспособление для перемотки шерсти, он такой, а что это, моталка, говорю, он такой, я говорю, открыть коробку, показать, он не надо, а потом, когда домой приехала, там столько барахла было, такая, боже, думаю, вот это бы он мне сказал бы открыть, хорошо, что не открыла, да, оно же там всё, и пенопластом было переложено, чтобы ничего не побилось, хорошо, что не сказал открыть, кто-то там прошел, ну, вот девушка пишет, если я килограмм шерсти, чуть не месяц, добивалась, ну, это вот, во-первых, это отток, это сами делали, или хотели заказать, или сами месяц делали, это не очень понятно, это про предение или про таможен, про цену, на предение или про таможен, уточните, пожалуйста, что имели в виду, ну, что конкретно, ты имела в виду, короче говоря, хотела с утра, такая встала пораньше, и такая уже намылилась ехать на садовод, но, блин, такой облом, такая холодрыга на улице, думаю, давай в следующий раз, не надо рисковать, ты еще все-таки покрепнешь получше, тепло будет, потому что там на садоводе тоже, пока доедешь, пока дойдешь, пока ты там будешь ходить, все равно очень даже не жарко, так, мне прислали, а, это альпаку прислали, и таможни не отдавала, ты представляешь? А потому что нехер писать, что это шерсть альпаки, а чего надо писать, скажи, волокно для рукоделия, все понятно, они еще и санитарных соображений, наверное, не пропускают, а итальянская фабрика, когда тебе присылают, ты чего там пишешь? А у них уже обработанная шерсть, понимаешь, тут шерсть альпаки, это сырец, а они присылают обработанное, они присылают накладные, и там написано итальянская фабрика шерсти, то есть это уже... Нет, понятно. Да, сертификаты же шлют вместе с накладными, а здесь частные предприниматели, которые продают шерсть, они отправляют, и они пишут шерсть альпаки и так далее, а в прискуранте пересылаемых материалов есть запрещенные, а с ковидом это еще сильнее усугубилось, потому что они зарубежные товары, как это называется, животного происхождения пересылают неохотно, вернее, принимают неохотно, поэтому во всех посылках, которые идут у меня за рубеж, я отписываюсь, что это идет волокно для рукоделия, либо волокно для придения, файбер, вол, файбер, спиннинг, либо что-то еще в таком духе, ну в общем, либо просто пишите кириллицей, ой, латиницей, так и пишите такими словами, только подставляйте английские буквы, волокно для придения, и все, и тогда никто не придерется, что вы отправляете. Вот она пишет, требовали налог, там три клубка по 300 грамм и 100 грамм. Типа, вот у вас это на продажу. Фотки альпаки показывала, что у нас своих верблюдов нет. Все обработано, прочесано и скручено в клубки. В накладной было прописано Ровинг. Слову про альпаку вообще не было. Ну, значит, хотя кто-то ушлый, попался на таможене, хотят денежку срубить. Вот в Германии тоже несколько таможенных пунктов. Лена живет севернее, там другая девочка южнее. И одна получает свои посылки, вообще никто лишних вопросов не задает. Лена, пока они не купили дом в другом районе, в другом городе, вот, тоже у них никаких вопросов не задавали. А потом, когда она переехала на этой таможне, которая ближе к новому месту жительства, там хоть сколько, но надо заплатить, и все. А сколько вы оцениваете свою покупку? Сколько вы заплатили за это? Она говорит, да, ну ничего не стоит, говорит, это так, говорит, ерунда. Ну, во сколько вы это оцениваете? 40 евро. Ну, заплатите хотя бы с этих 40 евро, там, какой-то там налог. Она говорит, я плачу налог, и они тогда отдают. Ну, то есть, как бы, каждая таможенная служба, они ведут себя по-разному в одной и той же стране, в разных городах, по-разному требуют. Ну, вот, кстати, тогда интересно, кто-то же в пряхах писал, что купил прялку, как у тебя, в Умар-Ублиз. Вот интересно, с них возьму налог по прибытии прялки? Не возьму. Интересно, что... Ну, ты видишь, я обратила, я же почитала комментарий, что было написано, я там тоже ответила, что мне ничего не присылали, никаких треков, все благополучно пришло, все нормально. Вот, потом написала я, что по поводу... Не помню, что я там написала, короче, еще какой-то комментарий был. Вот, и я видела твой вопрос, во сколько обошлась сегодня прялка, на вопрос, на этот никто не ответил. Человек, получается, хочет вопрос задать, где моя прялка в теме, вот, другие вопросы ее не интересует. Ну, да. Нет, я хочу сказать, ты написала, что куда-то там через месяц пришло, а потом, она в любом случае, наверное, будет дороже 200 евро стоит. Вместе с катушками и прочим. А на сколько стоила? Она же повысилась цена. А стоит 290 только сам комплект, а если с допкомплектом 300 с чем-то. Ну, вот, получается, вычитаем 200 евро по всей остальной сумме там. Сколько там она Она больше 30 сантиметров, она где-то 40 на 80. Нет, это только в ткацких станках. К прялкам, вот, если брать старые, таможенную, пошлиную, не знаю, как сейчас новым я не глядела, получается, 200 евро не облагается таможенной пошлиной, а с остальной суммой 30 процентов таможенной пошлиной. Вот интересно, возьмут, не возьмут? Потому что с кого-то берут, с кого-то не берут. Как ты говоришь, в разной местности таможня работает по-разному. В Москве так оно быстренько со всех все возьмет. Может быть, в провинции такого не будет. Я просто не знаю, куда она там, в какой город поедет. Где-то прям, где там живет. Бог его знает. Ну вот, когда приедет, может, напишет, зададим вопрос, чтобы знать, будет ли. Ну вот Лена не зря говорила, поедут родственники в Россию, говорит, привезут тебе, если надо, что-то говори, ну, чтобы не платить. А мне неудобно к ней обращаться за этим, как бы напрягать людей лишним грузом. Ну, смотря на чем они поедут, конечно. Вот даже про станки ткацей говорили. Ой, говорит, жалко сейчас курорты закрыты, а то между лыжами можно было бы как-нибудь попросить и привезли бы, запихнули бы там вместе с этим лыжным снаряжением. А так сейчас никто не летает, все закрыто. никак нельзя. В общем, нам не дают жить спокойно. Как же люди будут спокойно жить и без проблем? Надо же им создать. Да-да, Московская таможня проверяет и пишет. Предписание не отдавать. Это они умеют. Ну просто Оксана правильно говорит. Надо вышестоящие какие-то нутанции писать и сразу везде одновременно и указать. Еще к таможенному сбору плюс 500 рублей рубашка за то, что они к посылке прикоснулись. Они же работали. Они взяли вашу посылку, обсмотрели со всех сторон мысленно, мысленно. А зачем они к ней прикасались? Нефиг было прикасаться к ней. В бумажечке поставили, посчитали пошлину, хотя у них, извините, за эту программку сделала, но пальчиком клавиатуру коснулись, поэтому это явно стоит 500 рублей. А народ удивляется, а почему 100 грамм стоит 1000 рублей? Вон люди ничего, как говорится, трудозатрат таких не применили из-за запятых. Да я уже думаю, что пора переходить с 1000 на более высокую цену, потому что 1000 на сегодняшний день это ни о чем. Да, если посмотреть реальный уровень инфляции, а не тот, что нам правительство, как говорится, сверху спускает, две большие разницы. У них каждый год 4%. В то время, когда я начинала заниматься предением, обычная уборщица зарабатывала 20 тысяч, 16-18 тысяч, сейчас уборщица зарабатывает 40 тысяч. У меня подруга уходила на пенсию с почты оператором первого класса. У нее зарплата была 21 тысяча была зарплата. Когда она повысила, и стало аж целых 23 или 24 тысячи. оператор первого класса на почте. Москва проверяет и пишет предписание не отдавать. А что означает слово ровинг? Если это означает руно, тоже могут причины не отдавать. Нет, это не руно, это, я думаю, ровинг... Ну, вот, как я показываю, пряжу пастила. То есть, волокно, смотанное вот в эту большую... Ровница. Да, ну, по типу. Ровница, а это потолще, пошире. Лента, смотанная в бобину, которая прочёсана, помыта. Так, так, так. Я крем, я руку посильную, сухие руки. Ну, сейчас вообще от батареи сухие выводы. Да я ещё это... Часто моющие всякие вот эти вот раковину чистишь, ту чистишь, и я из этих моющих пересыхаю. Надо вот так вот намазать таким толстым слоем, чтобы напиталось. Нет, ты это чистить а только в перчатках. Ну, если я беру так вот сверху почистила и душем смыла. Мывальник, допустим, утром встаёшь, и вот я его помою, всё это, потом умываюсь. Ну, дело привычки, как говорится. Вот из-за этих вот моющих, из-за чистящих руки немножко. Ну, да, понятно. руки надо беречь. Да. Я, конечно, не знаю, кому как. У меня для рук любимый крем. Называется «Жидиак». Лучше его? Как-то... Омолаживающий. Я не знаю. Тут написано «Крем для рук омолаживающий». Я купила в пятёрочке за 23 рубля. На самом деле, я не знаю, какой это крем. Я просто взяла крем для рук, и всё. всё вот оно уже впиталось. Уже всё впиталось. Прикинь. Как в сухую землю. Сейчас я посмотрю, у меня есть здесь омолаживающий. Кого он тут омолаживает, интересно. Вот два крема. Смотри. Вот этот вот «Жидиак». Не знаю, сколько сейчас стоит, но он никогда дорого не стоит. 50-60 рублей, грубо говоря. Как-то получается, что его московская фабрика уже делает с советских времён. И эффект шикарнейший. Вот. А если подороже крем для рук, то вот такой. Честно сказать, сколько стоит, не знаю. Мне его дарят каждый раз. Тоже хороший эффект, но у него цена будет другая. В принципе, вот «Жидиак», впереди планеты всей, я бы сказала. Не глядя на всякую рекламу. Он просто бывает с таблепиховым маслом, бывает ещё разных видов. Я вообще к вот этой косметике для ухода, я к ней отношусь настолько ровно, что вот я знаю, что многие люди очень сильно предпочитают корейскую косметику, покупают дорогие уходы и тому подобное. Я не знаю, почему у меня, ну нет у меня такого рвения, у меня племянница, у меня дочка, они постоянно покупают там что-то, что-то там натирают и так далее. для меня за год второй раз намазала руки, это в лучшем случае. Почему я покупаю такие дешёвые крема, потому что, как правило, я их выбрасываю из-за того, что они просто состарились. мне дочь подарила лет восемь тому назад, она мне подарила палитру таких вот размеров, как планшет, вот такую вот палитру, всяких теней, там зеркальце большое было в этой палитре. Ну и что, я её выбросила, у меня, по-моему, даже и один не вытерся до конца, выбросила уже вот буквально недавно, потому что я мозгами-то понимаю, что это уже вред для кожи, потому что столько лет, ну как бы у него есть срок годности. Но я его выбросила, уже пора либо новую какую-то палетку покупать, либо просто не покупать, потому что я не пользуюсь. Девочки, здравствуйте, здравствуйте! Вот. Ну, поэтому... Проверенный всеми, как говорится, много лет. Я просто так редко пользуюсь всякими вот этими уходами, что мне жалко просто на это тратить деньги. Вот и всё. Потому что, как правило, это уходит в мусор. Это понятно. Ну, я говорю, я тоже достаточно редко, и если пользуюсь, то, простите, если люди 30 лет проверили на себе эффективность, я этому больше уверю. Короче, собралась я ехать на Украину с мастер-классами Киев, Днепр. Ну и полезла, думаю, с собой же надо взять косметику, там взять брасматик для ресниц, взять тени, мою большую я не потащу, маленькую какую-то там помаду, крем потонального для лица, надо же марафет навести. В итоге я такая смотрю, брасматик высох, потому что я ним уже не пользовалась не знаю сколько времени. Тени у меня только большие, я пошла, купила маленькие тени, маленький брасматик, но вообще я пошла, купила новую косметику, я пользовалась ней ровно столько, сколько я вот поехала и вернулась. И вот с тех пор лежит, ни разу я к нему не прикасалась. И чувствую, что в следующий раз, когда мне понадобится, я опять пойду в магазин за приобретением нового. Поэтому не это. Единственное, чем я иногда периодичность использования, это вот всякие тональные кремы, которые для лица иногда я не имею пользуюсь. Но опять же таки, только при случае, что там встреча какая-то там коллективная. А так, в принципе, в обычной жизни я ничем таким не пользуюсь. И как это, я отношусь к естественному старению достаточно не то, чтобы лояльно, а я хотела сказать, что меня радуют люди, которые, ну и себя-то я со стороны не вижу так, вот как видят меня другие, но и вот к тем людям, которые не делают ничего со своей внешностью, не в плане того, что там не моют голову или там не красят волосы седину, а в том смысле, что не омолаживают там пластические операции всякие там инъекции и так далее, как бы я отношусь к этим людям с большим уважением и когда у них идет естественное старение, это трепет вызывает вообще на самом деле. Поэтому, ну, к себе я тоже отношусь так вот, ну, стареет лицо и стареет, и ладно, и бог с ним. Мы все каждый день стареем, независимо от того, какой возраст у нас становимся, с каждым днем все старше и старше, и что теперь? Ну, как-то так вот. А вот, когда уже идет там массовые встречи, коллег там, то просто хочется, ну, как вот, типа праздник. Надо сделать праздник. Ладно, у меня телефон пропиликал, что сейчас у меня кончится зарядка. Ага. Всем прощай. Да, ну, давайте тогда мы будем всем прощаться. Мы, в принципе, два часа очень хорошо посидели. Поэтому всем спасибо, девочки. А то мы так можем сидеть и до утра, вязать, изговаривать. Да. И про наживание, и про уход, и так далее. Да. Поэтому всем пока. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Надя, спасибо. Да, да, пожалуйста, тебе спасибо. Пока-пока. Пока.